МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк. Смотрите выпуски. Внимание, мошенники! Тему участившихся случаев мошенничества обсудили на правительстве. Время выбирать арбузы. Роспотребнадзор напомнил основные нюансы. Знойное лето 2024. Спадет ли жара в ближайшее время? Нам рассказали синоптики. Рязанская область дополнительно получит более 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе. Об этом губернатор региона сообщил в своем телеграм-канале. Цитирую. Направим их на строительство малоэтажных жилых комплексов в поселке Сарай, в селах Октябрьское и Пронского района и Семена Никольское Рязанского района. Жилье возводится по программе комплексного развития сельских территорий и будет сдаваться в наем работникам сферы АПК. Продолжаем развивать село и привлекать туда на работу специалистов. Доступное, комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Конец цитаты. Благодаря участию региона в программе комплексного развития территории появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства. 4 миллиарда за три месяца. Такой статистикой по кибермошенничеству в Рязанской области делится Банк России. Тема мошенничества стала настолько важной, что этому вопросу посвятили отдельную тему на правительстве. За первый квартал этого года удалось сохранить больше 2 триллионов рублей. Эти деньги хотели похитить у рязанцев кибермошенники. Такой статистикой поделились специалисты регионального отделения Банка России. Они отразили почти 14 миллионов попыток хищения у клиентов, заблокировали около 50 тысяч телефонных номеров. При этом, говорят, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. За первые три месяца 2024-го они украли больше 4 миллиардов рублей. По данному МВД в Рязанской области зафиксировано минимальное количество хищений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий среди регионов ЦФО. Тенденция сохраняется и при пересчете этого показателя на 100 тысяч населения. В нашей области уровень преступности наименьший. Менее 280 преступлений на 100 тысяч человек. В среднем по округу 307,5. Коллеги из правоохранительных органов неоднократно говорили, что одна из особенностей киберпреступлений – сложность их расследования и доведения до суда. В среднем по ЦФО в суд направлено чуть более 15% уголовных дел от числа возбужденных. Кстати, в прошлом году ситуация была прямо противоположная. В 2023-м мошенники активизировались. За год украли со счетов рязанцев больше 15 миллиардов рублей. В этом пока средства защищают. С 25 июля этого года повышается ответственность кредитных организаций. Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан будет приостановить такую операцию на два дня и одновременно сообщить клиенту, в чем причина этого решения. На эти два дня отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода. Дело в том, что, как правило, пострадавший осознает, что стал жертвой мошенников спустя время, через несколько часов или на следующий день, когда отменить перевод невозможно, а злоумышленники уже вывели деньги. А если банк такую проверку не проведет, то будет обязан отдать клиенту всю сумму. Сергей Кузнецов добавил, что с киберпреступностью бороться можно. Правда, путь – это долг и зависит от слаженности действий всех ведомств. На уличных прилавках появились первые арбузы. К нам их везут из Казахстана, Дагестана и Ставропольского края. О том, как выбрать сладкую и спелую ягоду, смотрите в нашем следующем материале. Арбуз богат клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Эта полосатая ягода предотвращает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, повышает иммунитет, стимулирует работу мозга. Даже несмотря на большое количество фруктозы, арбуз можно включать в диету. Ведь этот продукт хорошо выводит шлаки и токсины, что способствует процессу похудения. Правда, чтобы выбрать спелую ягоду, созревшую в естественных условиях, нужно знать несколько правил. При выборе арбузов необходимо обратить внимание на внешний вид. Арбуз должен быть округлой формы, правильной формы, иметь четкую окраску, никаких повреждений не должно быть. Но и на кожуре должно быть пятно, потому что арбузы растут на земле. И место соприкосновения с землей, где растет арбуз, проявляется в виде пятна. Причем оттенок тоже имеет значение. Чем он ярче и интенсивнее, тем лучше. Ведь по сути, пятно – это место, которым арбуз лежал на бахче. И если солнца ему было предостаточно, пятно желтое. Если не хватило, оно остается бледным и белесым. И чем больше солнца, тем слаще мякоть ягоды. При выборе торговой точки для покупки арбуза также стоит обратить внимание, в каких условиях хранится товар. Потребитель вправе попросить продавца показать документы, подтверждающие качество ягод. Торговое место должно быть оборудовано настилами, оно должно быть под навесом, потому что арбузы и дыни не любят солнечных прямых лучей. Запрещается на рабочем месте разрезать арбузы, продавать арбузы в разрезанном, надрезанном виде пирамидки, чтобы попробовать арбуз. Потому что мы не знаем и не гарантируем, где этот нож разделочный, которым продавец будет вам надрезать, обрабатывался, в каких условиях он мылся и вообще, какими еще продукты надрезали этим ножом. После покупки арбуз нужно вымыть. Лучше сначала холодной проточной водой, а затем теплой кипяченой. Разрезанный плод рекомендуют хранить в холодильнике не больше 12 часов. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Ярмарка на Площади Победы вновь ждет посетителей. Каждый раз она имеет новую тематику. Теперь ее приурочили ко дню торговли. Что же можно там приобрести, смотрите далее. Официально ярмарка ко дню торговли будет открыта лишь со следующего четверга. Но некоторые торговцы работают уже сейчас. Те, кто решил пройти мимо МКЦ, смогут увидеть ярмарочные домики с вязанными игрушками, овощами, ягодами. Особенно зацепить взгляд сможет лавка с камнями. Там продают украшения из разных камней. Среди них лазурит, натуральный янтарь, розовый кварц и многие другие. А продавец расскажет о легендах, связанных с ними, и об их свойствах. Дефтрит обладает большими лечебными свойствами. Люди покупают браслеты, перестают болеть суставы. Ноги, руки, даже на ноги одевается иногда нефритилый браслет, широкий, им помогает. Розовый кварц, камень, это чтобы выйти замуж, чтобы держать мужчину у себя. Агат, камень, благоденствие. Еще одно интересное место – домик с медом. Самый натуральный мед создает пчелы из 200 семей. Есть липовый, кипрейный, донниковый и лесное разнотравье. Последний, как говорят специалисты, природный антибиотик. У меня весь мед натуральный и весь мед уникальный, потому что он собран нашими пчелами с любовью. Мы относимся к своим пчелкам, к своей пасеке тоже так же с любовью. Поэтому весь мед у нас уникален. Постепенно состав ярмарки будет расширяться и откроют все домики. В полную силу она будет работать с 25 по 28 июля до 7 вечера. Анастасия Арнаметрия Ефимов, телекомпания «Город». Прокуратура Рязанского района провела проверку по информации, размещенной в сети интернет, о наличии несанкционированной свалки отходов в селе Дядьково. С выходом на место установлено, что вблизи дома номер 21 по улице Весенней села Дядьково на земельном участке расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. В соответствии с требованием Федерального закона об отходах производства и употребления, накопление отходов допускается только в местах на площадках накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства. Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возложена на собственников земельных участков. По результатам проверки главе администрации муниципального образования Дядьковское сельское поселение внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре района. Сотрудники госавтоинспекции региона регулярно проводят профилактические мероприятия по пресечению нарушений правил новодорожного движения водителями большегрузов. Такие рейды проходят вместе с сотрудниками Ространснадзора. Задача – устранить причины и условия, которые способствуют совершению ДТП. Время около 4 утра, вокруг потихоньку светает, но водители большегрузов уже выходят на рейсы. Часть из них, говорят инспекторы, с нарушениями. И чтобы такие нарушения пресечь, сотрудники госавтоинспекции вместе с Ространснадзором проводят утреннее рейдовое мероприятие. Один из важных пунктов проверки – тахограф. Это такой прибор, который помимо скорости транспорта регистрирует еще и режим труда и отдыха самого водителя. Кстати, сегодня в рейде нарушение этого самого режима выбилось в топ. Самыми частыми нарушениями является нарушение режима труда и отдыха водителя, что в свою очередь является частыми причинами ДТП с участием грузового транспорта, а также технические неисправности и выпуск на линию транспортных средств без предрейсового технического осмотра транспортных средств и предрейсового медицинского осмотра водителей. Штраф за такое – 3000 рублей. А вот если нарушителя не поймает, то ситуация может закончиться и трагедией. За полгода по вине водителей грузовых транспортных средств зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 20 человек погибли и больше 80 человек получили травмы различной степени тяжести. Такие рейды и проводят с целью устранения причин, из-за которых аварии эти и происходят. В ходе мероприятия были выявлены многочисленные нарушения с перевозкой пассажиров, а также с международными автомобильными перевозками и с перевозкой опасных грузов. Составлено свыше 25 материалов. Виновные привлечены к ответственности. А с начала года к административной ответственности привлекли больше 140 тысяч водителей, должностных и юридических лиц, которые перевозят грузы на коммерческой основе. Часть нарушений были зафиксированы при помощи камер фото-видеофиксации, административных правонарушений, которые работают в автоматическом режиме. Жара продолжается. По сообщению синоптиков, эта среда стала самым жарким днем недели. Как изменится температура к концу недели, расскажем в следующем материале. За окном 33 градуса. Среда на этой неделе, по словам синоптиков, стала самым жарким днем с начала лета. Переносимость такой погоды осложняет повышенная влажность. Облегчение рязанцы не почувствуют и в ночное время. Египетские ночи продолжатся еще два дня. Местами по области температура может достигнуть 34 градусов. Ночи по-прежнему теплые. 20, может быть, 18 градусов, вряд ли ниже. Такой жаркий характер погоды сохранится до пятницы. При этом в четверг погода еще будет достаточно жаркой, но уже местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Вслед за атмосферными осадками на Рязанщину придет и прохлада. Причем синоптики прогнозируют температуру 25 градусов тепла уже в пятницу. Начиная с пятницы температура будет плавно понижаться. Прохладнее станет днем, уже не выше 26. Прохладнее станут и ночи. Температура может опуститься до 15 градусов. То есть температура постепенно будет возвращаться в климатическую норму. При этом, опять же, и в пятницу, и на выходных не исключены кратковременные дожди и грозы. Местами они могут быть сильными. Но процессы похолодания в токсиноптической ситуации, в которой мы находимся, они, в принципе, всегда сопровождаются такими различными атмосферными явлениями, не всегда комфортными. За некомфортной погодой последует комфортной. И хотя кратковременные дожди по области ожидают и в субботу, и в воскресенье, влажность воздуха тоже станет ниже. Кстати, по народному календарю 17 июля отмечают День Андрея Налива. На Руси в этот праздник крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Также было принято готовить вкусную овсяную кашу, а хозяйки вставали пораньше, чтобы накормить кашей всю семью. Кроме того, в этот день церковь чтит иконописца Андрея Рублева. Его иконы имеют большую ценность. Самую знаменитую живоначальную троицу он написал для преподобного Сергия Чудотворца. Не менее известной работы Рублева «Владимирская богоматерь» и «Спас в силах». Многие из написанных им икон считают чудотворными. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова